С чего начинаем? Ну, рассказывай. Сложно рассказывать о таком, да? Да вообще. Не сбивайте, я начинаю. Вот такой донат прислал нам Дима Санба. За что ему просто гигантское спасибо. Эта бутылка стоит 2,5. Офигеть. 101 оттенок. Чем же они отличаются от 100 оттенков? Я избороздил весь сайт фанагории и не нашел отличий, кроме того, что он нефильтрованный. Плюс 1000 за отсутствие фильтрации. Как тебе это? Нормально. Экономишь на операции, еще и дороже стоит. Супер, да? Хороший пиар-ход. Итак, 101 оттенок красного. ЗНМП. Саперави. Выдержанно в дубовых бочках. 19-й год. Фанагория. Бутылка номер 2070, а всего их было 2600. То есть под конец уже разливали. Значит, хорошая. Точно? Да. Первая, вдруг там что-то не так, а уже под конец уже качество стабильное. Хорошо, окей. Дата разлива. 10-е, 11-е, 22-е. То есть уже и в бутылочке оно отдохнуло. Будь здоров. Значит, сеной, все дела. Спирт 13 ровно. Ну и в принципе на этом в сочетании с дубовой. Ух ты. Интересно. Букет сложный с выраженными сортовыми особенностями винограда в сочетании с дубовой выдержкой. Дубовая выдержка. Слово-то какое? Словосочетание, точнее. Не выдержка там в дубе, а дубовая выдержка. Интересно. Подавать при 16-18. Выдержка какая? Дубовая. Дубовая, да. Ну где-то 16-18 и есть. Сапера, ведиоксид, серы. И в общем давай открывать. Давай. Тут как всегда фольговый колпачок из алюминия. Штопор у нас не козырный сегодня. Вот к этому вину надо было брать козырный штопор. Ну это же фанагорийский штопор. Нет, это Бернье. Кстати, F. На пробке будет написано Таман Пенинсула. Ага. Сто процентов. Серьезное вино. Не будем шутить по поводу названия на пробке. Не будем? Не будем. О, вы уже об этом шутите. Вот. Читай. Нифига себе, какая длинная. Посмотри. Класс. Какая длинная пенинсула. Вы посмотрите. О-о-о-о. Выдержанная фанагория. Узнается просто, ну я не знаю, вот, какие должны быть условия, чтобы ты... Слепую. Да, вот не понюхал и не сказал, а, это выдержанная фанагория. Ну понюхай это. Ну это же просто вот родное, да? О-о-о. Класс. Перец там. Дуб. Спец. Уже с пробки. Вообще класс. И казалось бы, сколько там они производят эти вина? А я вот нюхаю, и у меня ощущение, что это что-то из детства. Я хочу съесть пробку. Да ешь, кушай. Не стесняйся. Заберите, пожалуйста. Ух, какой цвет, охренеть. Ну нефильтрованная же всё-таки. Нефильтрованная. Какая насыщенность аромата. Вообще нефильтрованная. То есть тут какая-то тьма, просто ночь и сумрак. Вообще ничего не видно. Вообще ничего не видно. Класс. Аромат фанагории в дубе. Она очень яркая. Да. Она очень насыщенная, она очень яркая. Это йогурт с черносливом. И подлесок тут есть. Куча ягод. Да. Подлесок. Это, конечно же, их какие-то скипидарные вот эти вот эвкалиптовые, не знаю, еловые темы. О. Да. И всё это бешено, насыщенно. Просто безумно насыщенно. Ты нюхаешь какой-то концентрат фанагории. Да. Только хотел сказать, это концентрат вина. А. Колыхнём. Да. О, так животинка появляется. В наш лес пришли лоси. Кабанчики. Кабанчики, да, пробежали там. Медведь там тоже проходил тут недавно. Давай пробовать? Да подожди, дай, понаслаждаться романом. Ну, нюхай давай. И какая-то ёлка, пихта. Ну, наверное, это самое насыщенное вино фанагории, что я обонял по сей день. Давай пробовать. Ну, окей, давай. Можно помолчать? По вкусу то же самое, это бешеный концентрат. Экстракт вина. Это та фанагория, которую мы знаем по крюхам и ста оттенкам, и при этом она концентрирована. Гуще, она гуще. Ярчайшая кислотность. Ярчайшая же сладость. Ярчайший дуб. Куча ягод. И все эти, и молочные оттенки. И кожа. И подлесок. Табачок. Дуб яркий, но он не бьет. Он классный. Он вкусный. Он вкусный. Он какой-то карамельный. Идущий вот в этот сливочный йогурт. Вот в эти темы, это вот дуб туда идет. Целый мир. Ёлки-палки. Но тут возникает вопрос. Можно ли рекомендовать это вино с его ценой? Нет, не надо рекомендовать. Не надо. Будем сами пить. Вот смотрите, это похоже на 100 оттенков. Но оно как будто бы более концентрированное. Это как будто бы концентрат 100 оттенков. Как будто взяли виноград, из него высушили половину воды. И потом только сделали вино. Вот мысли такие приходят. Ты понимаешь, что ты бочка, она более яркая. Не только виноград. Она вкусная. Она яркая, но она не передубленная. Она тебе не шибает танинами. Здесь все в балансе, здесь все мягко, насыщенно. Оно густое, и его тяжело пить. Я понимаю, что я не могу сейчас его вот так вот хлебануть. То есть вот я делаю глоток. Это вы только начали. А если оно постоит, подышит? И оно прям тяжело-тяжело идет. Оно вкусное, но вот я не могу его хлебать. И ёлок все больше и больше становится. Ёлки и сыр с плесенью. Я говорю, сыр с плесенью. Ёлок прям до хрена стало. Вот прям столько их, а. Я вот вспоминаю всякие зинфандели, когда его пью. Они вот тоже такие тяжелые для питья. Тяжелые для хлебания. Их приходится так вот, как коньяк практически потреблять. Я даже не знаю, вот это как бы плюс или минус. То есть оно не питкое. Оно вообще не питкое. Ну, судя по его цене, я думаю, это плюс. То есть тебе его на дольше хватит. Это вот то вино, которое тебе хочется жевать. Да, ты его не пьешь, ты его вкушаешь. Последний бокал. Последний. Кончается собака. Слушай, ну аэрация вообще на пользу пошла. Да. Стало больше фруктовых нот. И появились специи. С аэрацией, со временем, оно стало чуть более питким. Поначалу оно вообще сложно шло при всем вкусе, при всем, при всей приятности, да? Просто кайфовое. А вот сейчас оно стало еще более питким при этом. Мягче стало. Это, наверное, самое густое вино, что я пил. Самое насыщенное. Обузначно. Просто такая насыщенность адская. Огонь, а не вино. Дима, большое спасибо. Да, спасибо огромное. Это эликсир, а не вино. Ну и фанагори, конечно, большое спасибо. Это прям красота. Красота. Субтитры сделал DimaTorzok